Здравствуйте! Вы смотрите передачу Экономика дня на телеканале CBC. Меня зовут Елена Косолапова. Поговорим мы сегодня о газовой промышленности Туркменистана и о том, сможет ли туркменский газ выйти на рынок Южной Азии. На видеосвязи со мной сейчас Айболот Айдосов, политолог из Кыргызстана, и Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Российского института энергетики и финансов. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Добро пожаловать к нам в эфир! Здравствуйте! Здравствуйте! Айболот, хочу сначала обратиться к вам. Итак, очень многие страны хотят получить туркменский газ. Спрос на этот энергоресурс сейчас достаточно высокий на мировом рынке, но для того, чтобы такие поставки стали реальностью, нужна инфраструктура. И вот в последнее время активизировались контакты относительно газопровода Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индии. В этой этапе сокращенно, но, допустим, на полях заседания главсовета правительств Шоус-Бишкеки обсуждали этот вопрос. Вот недавно власти Афганистана говорили о том, что хотят выкупить землю вдоль маршрута этого газопровода в своей стране. Но, с другой стороны, ведь этот газопровод обсуждается уже очень много лет. Вообще идея возникла еще где-то в середине 90-х годов, потом в 2015 году наконец начали строительство, была торжественная церемония начала строительства. Но, как мы видим, до сих пор этот газопровод так и не стал реальностью. На ваш взгляд, изменилось ли что-то кардинально, чтобы наконец этот газопровод был реализован? Отличный вопрос. То, что вы отметили, в Бишкеке действительно произошло историческое событие, на самом деле, обсуждение возможностей для Индии получения нового доступа к газовым ресурсам Центральной Азии. И нужно здесь учитывать, что реальность, в которой сегодня мы пребываем, она отличается от 5 лет назад, от 10 лет назад, когда вся инициатива об этом поднималась и активно обсуждалась. Сегодня мы пребываем в другом времени, в другой реальности, где можно сказать, что центры силы меняются во всем мире. Это и события на Украине, это и события, которые сегодня происходят на Ближнем Востоке, это и рост и влияние Китая, который сегодня приобретает все более громкий голос в мире и к нему уже прислушиваются. И, конечно, на этом фоне Индия, которая также сегодня уже начинает претендовать на такой статус державы, он имеет реальные шансы реализоваться. Для Трукмени это тоже, конечно, огромная возможность, потому что выйти на такой огромный рынок и поставлять в Индию газ, это, наверное, предел их мечтания, о котором они давно мечтали. И если это произойдет, то, конечно, для их страны откроют огромные экономические возможности. Здесь, конечно, самый большой вопрос вокруг Афганистана, потому что в этом регионе, несмотря на все заявления и обещания, которые сегодня дает официальный Кабул, в лице талибов, все-таки имеются большие вопросы, потому что Афганистан продолжает оставаться зоной влияния больших держав с каким-то перестечением их интересов. Здесь и Соединенные Штаты Америки, несмотря на то, что они покинули Афганистан, но все же продолжает в какой-то степени влиять на внутренние события в Афганистане. Здесь и Китай, который всячески стремится стабилизировать Афганистан, потому что для них это архиважно, это не только с точки зрения безопасности, но и с экономической точки зрения, потому что если они будут иметь стабильный Афганистан, для них появятся возможности строительства новых инфраструктурных проектов, логистических проектов через Афганистан. Здесь, конечно, и Россия, которая в любом случае, несмотря на все те события, которые сегодня она испытывает, хочет продолжать влиять на Центральную Азию, в том числе и на энергоресурсы, она и сама является большим поставщиком газа. Вот, например, недавно в Ташкенте тоже обсуждали этот вопрос, и Россия теперь будет продавать газ Узбекистану. И, конечно, вот в этих расплетениях, в этих отношениях суметь выстроить такие отношения, чтобы этот проект реализовался, кажется очень сложным. Но я, как уже повторюсь, что сейчас мы живем, пребываем в другой реальности, и самые амбициозные идеи, о которых буквально 10-15 лет назад казалось невозможным, сейчас имеют реальные шансы реализоваться. Алексей, вопрос к вам будет. Ну вот если отбросить все политические вопросы, все вопросы безопасности, которые вокруг этого газопровода стоят, я думаю, про это мы еще поговорим сегодня, а подойти чисто с точки зрения экономики, насколько этот газопровод в ТАПе экономически целесообразен, насколько действительно есть потребность в этом газопроводе в регионе? Ну, к сожалению, мы не можем отбросить эти политические, военно-политические риски. Они, в общем-то, и определяют экономическую целесообразность или нецелесообразность. Безусловно, для Пакистана, для Индии туркменский газ – это достаточно дешевый, потенциально дешевый и интересный источник поставок. Тем более, что тот же Пакистан из-за санкций против Ирана был вынужден отказаться от завершения строительства газопровода с Ираном. То есть у него, соответственно, на сегодняшний день есть только возможность получать СПГ. Как и, собственно, у Индии тоже практически, кроме СПГ, нет других источников импорта. Поэтому для обеих стран, конечно, это достаточно важный потенциальный источник. Но если бы экономическая целесообразность была настолько большой, то газопровод был бы, очевидно, уже построен. Но он уже обсуждается, действительно, почти 30 лет. И здесь все-таки, мне кажется, основным сдерживающим фактором являются именно военно-политические риски на стороне Афганистана. Плюс очень сложные отношения, как мы все знаем, между Индией и Пакистаном. Афганистан, в данном случае, выступает транзитной страной. Потому что ТАПИ, я напомню, его газ – это 33 миллиарда кубометров по проекту – распределяется между тремя странами. 5 миллиардов в Афганистан и по 14 миллиардов кубометров в год для Индии и Пакистана. А Пакистану больше не нужно в данном случае. Поэтому если Пакистан не будет транспортировать этот газ в Индию, а здесь постоянно есть какие-то риски, по крайней мере, с точки зрения индийской стороны, то проект, в общем, теряет половину своего потенциального спроса. И это тоже достаточно большая проблема, которая тоже практически тянется с 90-х годов. Абалут, вновь вопрос к вам. Вот Алексей затронул политические моменты. С вами, как с политологом, хотелось бы подробнее на этих моментах остановиться. Ну, в частности, Афганистан. Первая проблема – то, что уже более чем два года назад власть в Афганистане захватили талибы, но до сих пор ни одна страна мира их официально не признала. Хотя и вроде бы талибы приглашаются на какие-то международные собрания, заседания и так далее. Как вы считаете, насколько реально, что вот такой крупный международный проект с участием Афганистана будет реализован до тех пор, пока талибов не признают на официальном уровне, ну, хотя бы в регионе? Ну, сам вопрос, который вы задали, таит в себе ответ. Потому что для Афганистана, для людей, которые руководят сегодня Афганистаном, именно с точки зрения легитимизации, легализации их власти, этот проект крайне важен. Потому что если они смогут этот проект реализовать, они очень сильно заинтересованы в этом проекте. Если этот проект реализуется, то это покажет всему миру, что Кабул договора способны, с этим государством можно иметь дело. И вот этот проект будет ярким доказательством того, что, ярким примером того, что в Афганистан можно приходить с инвестициями, с большими международными проектами. И для Кабула, для властей, которые сегодня управляют этим государством, талибов, это очень важно реализовать этот проект. Они, как бы, простыми словами, имеют такой кожный интерес, или как-то так называют, в том, чтобы этот проект реализовался. Ну и, конечно, и для внутренней аудитории Афганистана они смогут показать свой уровень, умение выстраивать такие стратегические дальние отношения с большими странами. И в тот же момент решать свои собственные внутренние проблемы в потребности в энергоресурсах. Ну то есть, если я вас правильно поняла, у талибов не только экономический интерес в этом проекте, но и политический. Может быть, даже политический здесь важнее. Он даже превалирует, потому что для них это важно, чтобы в их страну именно с такими проектами приходили большие страны. И им нужно доказать миру, что они не вот этот образ, который про них создали, что они террористы, захватчики, а что это вполне такое современное сильное правительство, которое способно договариваться с Туркменией, с Индией, с Пакистаном и с другими большими игроками, которые также присутствуют в этом проекте. Алексей, вновь вопрос к вам. Опять хочу посмотреть на этот проект с точки зрения экономики. Вот с точки зрения экономической целесообразности, насколько сложно и дорого такой газопровод построить? Ну вот по техническим характеристикам протяженность должна составлять где-то 1850 километров, пропускная способность 33 миллиарда кубических метров. Ну вот если сравнить с подобными проектами, пускай в России или в каких-то других странах, насколько быстро и легко такие проекты реализуются? И вообще есть ли у стран, вовлеченных в этот проект, такие ресурсы для реализации такого проекта? Оценки стоимости неоднократно делались. Это примерно 8-10 миллиардов долларов. Ну правда, нам нужно здесь какую-то поправку на инфляцию, то есть может быть более высокая сумма. Ну примерно такой диапазон. Сроки, ну это я думаю, что 3-4 года. Вряд ли быстрее. При том, что туркменская часть газопровода, в общем-то, уже построена. То есть осталось построить, строго говоря, афганскую и пакистанскую. Ну основную по протяженности. Инвестиционных ресурсов как таковых у Афганистана точно нет. У Туркмении тоже. Туркмения всегда придерживалась, последние 30 лет, политики того, что они строят на своей территории. А все, что за пределами Туркменистана, это уже дело международных инвесторов. Они не будут инвестировать. У Индии и Пакистана, насколько я понимаю, тоже пока нет готовности откладывать деньги в этот проект. И все изначально сходили из привлечения зарубежных крупных компаний, менеджеров. В том числе и «Газпром» одно время интересовался этим проектом. Ну и западная крупная компания. Но все упиралось прежде всего в риски, связанные с Афганистаном. А сейчас это все осложняется еще и непризнанием правительства талибов, о чем действительно справедливо говорилось. Для талибов это экономически выгодный проект, и не только политически. Это примерно 400 миллионов долларов в год транзитных доходов потенциальных. Плюс какая-то занятость дополнительная. Плюс инвестиционный эффект на этапе строительства. Это достаточно большой вклад, плюс, и я согласен с тем, что это важный такой имиджевый проект. Потому что для талибов важно привлечение инвестиций. Они, конечно, не ждут инвестиций в страны Европы или США. Но для них важно показать Китаю и другим развивающим странам, что можно инвестировать в их, прежде всего, месторождение редкоземельных металлов, дорогоценных камней, потому что ресурсы из полезных ископаемых в Туркменистане оцениваются в стоимость более чем в триллион долларов. И большинство из них этих месторождений не разрабатывается, но в силу отсутствия логистики, кадров и денег. Поэтому здесь потенциал большой. И действительно, это такой проект, который может показать, что Афганистан в целом относительно инвестиционно привлекательная страна. Айболот, вновь вопрос к вам. До этого Алексей упомянул еще одну политическую проблему на пути реализации проекта ТАПИ. Это достаточно сложные напряженные отношения между Пакистаном и Индией. Но действительно, периодически даже бывают вооруженные столкновения на границе. Есть нерешенный конфликт уже много лет. Как вы считаете, вот в таких условиях, при таких отношениях Индии и Пакистана, насколько они могут работать совместно над таким достаточно крупным региональным проектом? Достаточно сложно ответить на сегодняшний день, если исходить из сегодняшней реальности, насколько они смогут договориться. Но в перспективе, я думаю, что если этот проект начнет реализовываться, и если от слов это все перейдет к делу, то Индия и Пакистан, несмотря на внутреннее их противостояние между собой, их конфликты за территорией, где они считают их своими, и вообще там их и ментальное, и культурное их различие. Пакистан – это исламское, в Индии сегодня превалируют больше такие националистические взгляды, индуистские, благодаря моде. Но я думаю, если этот проект действительно начнет реализовываться, обе этой страны получат с этого очень большие выгоды. И все-таки, исходя из национальных интересов, они все-таки смогут найти общий язык и не будут использовать это как инструмент давления друг на друга. Это перспектива, если это позитивно смотреть на эту ситуацию. И если действительно к тому моменту будут разумные правители. И если же нет, то, конечно, это может стать какой-то картой в руках политиков. Пакистан начнет где-то ограничивать доступ Индии к газу Туркмении, и на этой почве у них может быть новый виток конфликта. Но нужно учесть, что обе этой страны ядерные, и обе этой страны прекрасно понимают последствия, если там начнется действительно большой конфликт. И на самом деле то, что сейчас происходит в мире, может и коснуться этого региона. Но я думаю, все-таки разум победит, и обе страны найдут общий язык. Тем более в Бишкеке, когда здесь присутствовал, к примеру, министр иностранных дел Индии и министр иностранных дел Пакистана, даже невербально, они где-то вместе ходили, сидели рядом с друг другом, и со стороны казалось, что это какие-то два друга, просто отличающиеся фасоном пиджака. А так они действительно казалось, как будто они поставляют одну страну. И я думаю, все-таки дипломаты найдут общий язык. Алексей, вновь вопрос к вам. А как вы считаете, может ли туркменская газовая промышленность обеспечить ресурсами такой крупный газопровод? Ведь 33 миллиарда кубических метров. Например, вот азербайджанский газ идет в Европу по газопроводу ТАП. И там пропускная способность 10 миллиардов кубометров. И при этом это и для Европы, и для Азербайджана это очень большой, важный проект. Он обеспечивает газом целый ряд европейских стран. А здесь 33 миллиарда, больше, чем в три раза больше. Да, понятно, у Туркменистана есть резервы, там есть разные оценки, четвертое или шестое место они занимают по объемам резервов в мире. Но ведь эти резервы еще надо выкачать, добыть. Есть ли у туркменской газовой промышленности возможность такая добывать такие большие дополнительные объемы, чтобы заполнить газопровод? Туркменистан славится своей непрозрачностью с точки зрения и международных оценок, и статистики доступной. Но из всего, что заявляли туркменские власти, можно сделать вывод, что для ТАПИП они планируются использовать крупнейшее месторождение Голконыш, которое уже разрабатывается. Соответственно, третья очередь этого проекта и его разработки предполагает рост добычи до 93-95 миллиардов кубометров в год. Соответственно, этот третий этап в основном и был предназначен, предполагалось использовать для ТАПИП. Учитывая, что месторождение уже действующее, относительно хорошо изучено, я думаю, что это вполне возможно. То, что происходит в последние годы, это достаточно искусственное сдерживание добычи газа в Туркменистане, отсутствие внешнего спроса. Там растет внутреннее потребление, причем очень быстро. С 2010 года оно удвоилось. И сейчас уже составляет достаточно весомый объем, где-то 38 миллиардов кубометров, то, что потребляется внутри Туркменистана. А остальное, еще половина добычи идет на экспорт, примерно 40 миллиардов сейчас. В основном в Китае большая часть. И то, что Туркменистан оказался заперт в железной клетке и вынужден вставлять, по сути, только в Китай и в сопредельные страны, немного в Россию, то, собственно, он отрезан и от рынка той же Индии, Пакистана, и от рынка Европы. Это, объективно говоря, сдерживает, конечно, развитие добычи газа. И у Туркмении, в общем-то, были куда более амбициозные планы по росту и экспорта, и добычи в 2023 году, вообще в 2020 годы. То есть они планировали довести до 150 миллиардов, если не больше. Сейчас, напомню, только где-то 78-80. Поэтому возможности есть. То есть я не думаю, что ресурсные ограничения здесь являются каким-то значимым фактором, в данном случае. Основная проблема, она и связана именно с отсутствием транспорта мощностей. Айболот, вновь вопрос к вам. Вот сегодня мы уже говорили о том, что ресурсов у стран, вовлеченных в этот проект, для его строительства, по сути, немного, в частности, Афганистан, Пакистан. Как вы считаете, могут ли какие-то третьи страны, которые не входят в проект, быть заинтересованы в его финансировании на данный момент? Если подходить к этому с политического аспекта, то, конечно, Индия и Пакистан, они сами должны быть в первую очередь заинтересованы в этом проекте и быть основными инвесторами в строительстве этого трубопровода из Туркмении в эти страны. И другие страны могут рассматривать этот проект, именно, если не подходить именно с политического аспекта, как инвестиции, вложив определенную сумму через какой-то период, когда начнутся поставки газа, на какой-то процент сесть на долю во время употребления газа и с этого тарифа получать определенные выгоды. С этой точки зрения, конечно, как до этого отмечали, есть огромные большие компании международные, которые добывают газ и в других регионах мира, и имеют опыт в этом направлении, и в том числе у них есть инвестиционные свои средства для того, чтобы инвестировать в большие проекты. С этой точки зрения этот проект имеет огромные перспективы, потому что Индия, Пакистан – это одни из самых густонаселенных стран мира. Употребление газа действительно будет на самом высоком уровне. Сегодня они рискуют огромные проблемы. Население этих стран растет. И с этой точки зрения инвестиционная привлекательность огромна. Вопрос в том, что это все может упереться в политику, и с этой точки зрения, конечно, Китай, который сегодня, например, не так сильно радеет за то, чтобы Индия продолжала становиться мощной и в какой-то перспективе могла стать ему, может быть, каким-то конкурентом. Она не заинтересована, но в плане денег, ресурсов, они сегодня обладают этими возможностями. Соединенные Штаты Америки, несмотря на то, что они там как бы не делали вид, что они поддерживают Афганистан, все-таки остаются какой-то таким больше раздражительным риском в этом регионе и каких-то прямых инвестиций они не захотят делать. Страны Европы здесь тоже очень сомнительно как-то предсказывают, заинтересованы ли они в том, чтобы инвестировать в этот проект, потому что напрямую их политические интересы здесь не затронуты, и поэтому сегодня они свои средства на государственном уровне больше направляют в зоны конфликта и в такой большой, огромный проект, который требует огромных ресурсов, несмотря на то, что для них это может показаться и небольшой суммой, они могут и не вкладываться. Ну вот поэтому здесь, наверное, все-таки больше нужно полагаться на Индию и на Пакистан, и несмотря на то, что там есть различные прогнозы, они все-таки обладают достаточными инвестициями, и я думаю, если все-таки это все начнет реализовываться, они могут стать инвесторами этого проекта. Тут важно учесть, что Центральная Азия, как бы, благодаря этому проекту, если Афганистан действительно реализует этот проект, в лице Афганистана Центральная Азия будет иметь такую платформу, через которую можно будет реализовывать и другие проекты, и здесь затрагиваются именно наши интересы в Центральной Азии. Здесь, например, Кыргызстан тоже очень давно мечтает о том, чтобы экспортировать электричество в Пакистан, в Индию, в этот регион, и если это проект реализуется, для нас тоже откроются определенные возможности. Тот же Казахстан, который вот в этом году проводил официальную встречу в Алмате, приглашал туда лидеров Афганистана и проводил с ними встречи, тоже, как бы, там были подписаны огромные договоренности на определенный проект в продовольственной сфере, в инфраструктурной сфере, но если этот проект реализуется, Казахстан тоже станет одним из крупных инвесторов в экономику Афганистана. Афганистан обладает огромными ресурсами в плане логистики. Он стоит в таком местоположении, которое между собой связывают огромные регионы. Там Ближневосточный регион, через Иран, тот же выход на Индию, рядом на Юго-Восточную Азию, через Китай, на севере мы, Центральная Азия, дальше Россия, Европа. И они расположены очень выгодно. Может быть, из-за этого это тоже одно из проклятий Афганистана, и что они стоят на стыке интересов крупных держав. Но Центральная Азия, мне кажется, она заинтересована в том, чтобы такие проекты реализовывались. Алексей, а вы как считаете, допустим, Россия, Газпром могут быть заинтересованы в финансировании такого проекта? Допустим, в прошлом году даже ходили разговоры, что Россия хочет финансировать газопровод в Африке. Правда, дальше разговоров дело не пошло, но тем не менее. А здесь все-таки гораздо более близкие регионы. Наверное, интересов России там не меньше. Здесь есть два аспекта. Первый – этот проект ничем России не мешает. Более того, если туркменский газ пойдет в сторону Индии и Пакистана, это, в общем-то, снижает давление страны тех людей, тех компаний, людей, которые настаивают на строительство каких-то газопроводов или транспортных коридоров, которые поставляют туркменский газ в Европу. Хотя и в Европе, в общем-то, сейчас тоже, я бы не сказал, что Газпром боится конкуренции с туркменским газом, учитывая общее положение с поставками российского газа в этот регион. Поэтому здесь конкуренции прямой нет. В этом смысле этот проект ничем не мешает Газпрому. А с точки зрения газовых услуг по строительству и поддержанию и функционированию газопровода – это достаточно лакомый кусок. А вообще для международного рынка сейчас не так много проектов по строительству крупных газопроводов. Эпоха крупных таких газотранспортных строек, она уходит в прошлое. А есть, конечно, еще мегапроект «Сила Сибири-2», еще какие-то проекты, которые связаны, опять же, в основном с Газпромом. Но в мире в целом это сейчас, скажем так, явно какая-то не самая популярная сфера инвестиций, основной упор делается на поставке СПГ, на создание инфраструктуры под реглазификацию, сжижение газа. И в этом смысле это действительно, даже в мировом масштабе, это действительно один из наиболее крупных проектов, которые находятся в таком длинном, долгом листе ожидания. И с точки зрения поставок услуг, конечно, он интересен не только для Газпрому, но и для большинства европейских, американских мейджоров, для ряда азиатских, Когос, Петронос выражали в разное время интерес к этому проекту. Кстати, китайские компании, насколько я знаю, никогда не делали такие заявления. А для них это было как-то до сих пор не очень интересная сфера инвестиций. Поэтому я думаю, что если деньги найдутся под финансирование этого проекта, если действительно будут решены проблемы с безопасностью, то найти подрядчика, в том числе среди крупнейших компаний, будет не так сложно. Здесь основные проблемы, они упираются именно в привлечение финансирования, скорее всего, заемного. А это, соответственно, невозможно без решения проблем с безопасностью транспортировки. И это, собственно, то, что будет сдерживать, на мой взгляд, этот проект еще далеко не один год. Ну, то есть, если говорить про финансирование, для России финансирование вряд ли будет интересно этого проекта? Финансирование с точки зрения предоставления кредита? Я думаю, что нет. Ну, и такие есть, конечно, проекты, которые реализуются, и достаточно много. В атомной отрасли многие из российских строек финансируются именно за счет долгосрочного кредитования зарубежных потребителей, по сути. Но в данном случае я не думаю, что у «Газпрома» или каких-то других российских компаний есть желание строить за свой счет или привлекать деньги российских банков под такую стройку. Алексей, у вас была такая очень интересная фраза, что эпоха крупных газовых проектов уходит в прошлое. Но действительно, сейчас такая тенденция общемировая, что нужно отказываться от традиционных источников энергии, переходить на альтернативные. Насколько целесообразно в таких условиях реализовывать такой большой крупный проект, в принципе, на будущее? Или все-таки вот эта тенденция, она больше про развитые страны, про Европу и так далее, а вот именно в регионе Южной Азии все-таки в ближайшие десятилетия спрос на газ будет? Ну, действительно, в Европе ожидается снижение спроса, причем, по некоторым оценкам, очень-очень серьезное и достаточно быстрое. А в Индии и Пакистане, в целом, в Южной Азии и, наверное, в Ближнем Востоке, по всем прогнозам спрос продолжит расти и причем будет расти по меньшему до 40-го года. То есть еще лет 15-20 в запасе есть. Это достаточно хороший срок, собственно, для окупаемости инвестиций, в том числе в такого рода проекты. Поэтому с точки зрения наличия спроса он есть. Кроме того, туркменский газ – это один из наиболее потенциально дешевых источников газа с точки зрения себестоимости добычи и руководной транспортировки. И в этом смысле это действительно экономически может быть привлекательно. Кроме того, нужно учесть, что эпоха у нас неспокойная, и вряд ли она будет как-то… будут какие-то принципиальные улучшения с точки зрения безопасности морской транспортировки. И есть у многих стран обеспокоенность в отношении того, насколько можно опираться только на СПГ. Например, Китай – это достаточно такая для Китая важная тема. В принципе, для Индии тоже такая дискутируемая тема. И наличие какой-то альтернативы в виде трубопроводных поставок – это всегда, в общем-то, интересно для любой страны. Поэтому Туркмения здесь тоже может найти свое место, как и Иран. То есть Иран же тоже пытался поставлять газ в тот же Пакистан. Был проект и использование Пакистана как транзитная страна для поставок в Индию. Но все уперлось как бы в санкционный режим. Но прям такой необходимости острой ни для Пакистана, ни для Индии, на мой взгляд, нет. Но в долгосрочной перспективе это, в общем, достаточно привлекательно. Айболот, ну и, наверное, последний вопрос у меня будет к вам. Ну, вот мы говорили сегодня, что, по сути, сейчас у Туркменистана один основной рынок на данный момент есть. Это Китай. В остальных направлениях поставки незначительны. Насколько Туркменистан, на ваш взгляд, заинтересован диверсификацией экспорта своего газа? Готов ли он прилагать какие-то усилия в этом направлении? Или его, в принципе, пока устраивает эта ситуация? У нас не так много времени осталось до конца эфира. Поэтому прошу краткого ответа. Для Туркменистана, чем больше они будут продавать газа, тем лучше. Ну, газ можно продавать только в Китай. А можно продавать на разные рынки? Чем больше они будут продавать газ на различные рынки, тем лучше для них. Ну, то есть интерес к диверсификации все-таки есть. Конечно. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Напомню, что на видеосвязи со мной сегодня были Айболот Айдосов, политолог из Кыргызстана и Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Российского института энергетики и финансов. Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Говорили мы сегодня о туркменской газовой промышленности и перспективах газопровода Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова